Вот уже 6 лет подряд жители дома 32 корпус 2 по улице Островского не могут спокойно войти в свой подъезд. Это повседневное действие осложняется тем, что на цокольном этаже постоянно пробивает канализацию. Войти в подъезд невозможно не только из-за отвратительного запаха, но и из-за нечистот, которые выносят водой, не давая даже дойти до лестницы. Это фото сделано в среду 12 июля, когда ситуация достигла своего апогея. На цокольном этаже уровень воды, в котором плавало содержимое канализационных труб, достигал нескольких сантиметров. В тот же день сотрудники водоканала вычистили подъезд, но к трубам так никто и не прикоснулся. Елена, жительница дома, говорит, что такое происходит постоянно. Специальные службы только откачивают нечистоты, но не более. Позовем мы их, они посмотрели, походили, ушли. Все, это вся их работа. Я сама лично сколько раз звонила, то вы не туда попали, то перезвоните, то мы после шести. Вот такая песня, каждый раз. Без резиновых сапог в сам подвал спуститься невозможно. Жильцы уже не раз обращались в управляющую компанию. К сожалению, никакой пользы это не принесло. На все просьбы один ответ – денег нет. Да, они пытались поменять за наш счет. Я говорю, а за что мы тогда платим капремонт? Деньги платим мы не маленькие. Но никто ничего делать не хочет. У нас маленькие дети, постоянно болеют, постоянно боличные. По словам самих жильцов, директор ЖЭУ людям помогать не торопится. Обращались и в другие инстанции. Либо бросают трубку, либо там звонишь, не берут трубку. Либо возьмут и опять же так же говорят, только вы одна звоните, больше никто не жалуется, только вот так хочется, что вы одна там плаваете. До сих пор цокольный этаж только чистят. Иногда и во вред придомовой территории. Ольга Андреанова рассказала, что рабочие в огребании частоты полностью залили красивый сад. Теперь у дома цветов больше не сажают. Но у рабочих, которые практически каждую неделю приезжают в злополучный дом, есть свое объяснение. Сейчас в старых трубах коренья идут из-под земли. Они чуть застряла, любая тряпка, ну все, что угодно, может застрять. И все, она застряла, продержала. А приехали, шернули тросиком, маленькая дырочка пошла. А через нее чуть-чуть прошло, прошло и все. Раз, и потом, опять, стоят. Или трубы надо менять, или полностью надо канализаться. Короче, этим домам сто лет начнется. Рабочие говорят, что при чистке труб не раз доставали оттуда подгузники и средства личной гигиены. Они ссылаются на то, что в других подъездах такой плачевной ситуации нет. Хотя идею того, что трубы надо менять, они полностью поддерживают. К тому же появилась новая проблема. Из-за частых протечек канализационных труб фундамент дома стал размывать. У нас лестница уже рушилась, уже ремонтировали, приходили. То есть провал лестницы был, который на первый этаж ведет. Был провал лестницы. Мы перешагивали, перепрыгивали, детей переносили на колясках. Пришли, подделали. Подъезд, он весь тоже рушится, вся штукатурка, все падает. Ситуация не меняется на протяжении шести лет. Почти каждую неделю заливает цокольный этаж. И службы города на это никак не реагируют. Мы будем следить за развитием событий.